Меня зовут Ливадния Арина, я блогер, сторизмейкер с Лэнерджи, создатель и руководитель FIFU Video, а также координатор Приморской лиги юных журналистов. Арина, как так получилось, что ты была на нашей медиасмене медиапедагогом? Меня пригласили провести занятия, я бы хотела бы, наверное, быть там всю смену, но вышло только на два дня, но за это время мы хорошо позанимались с вами, собственно, и я думаю, что все получилось круто. Которые нам помогут сделать наши видео более необычные. Первое – это перспектива. У нас есть разные планы. Когда видно человека, только полный рост. Арина, мы знаем, что это твой не первый мастер-класс. Сколько ты уже их провела? Откуда? На самом деле, да, их было не один, не два, не десять и даже не двадцать, потому что активно с 2018 года я выступаю и провожу мастер-классы на разные медиатемы. Все это касается медиасферы, и мне это очень нравится, поэтому, если подсчитать точное количество, я думаю, что число уйдет за 50, а возможно, уже приближается и к 100. Какие трудности встретились, когда ты проводила мастер-классы? Именно с вами? Да. Наверное, это то, что не все дети занимаются в медиа-центре следопыт, но, тем не менее, мне удалось их заинтересовать, и мы создали прикольные видеоролики, потому что мой мастер-класс был посвящен именно созданию видеоконтента, актуального, трендового на смартфоны. Главное – помнить про простые правила и постоянно искать интересные идеи. И какие еще трудности были? Наверное, это ограничение во времени, потому что было всего лишь 2 часа, и за это время нужно было дать теорию и практику. Кстати, а почему ты выбираешь именно съемку на телефон? Я начинала со съемки на камеру, но потом перешла на телефон, потому что это быстро, это тоже качественно, и сейчас нужна скорость заказчикам, клиентам, нужно отдавать видео в день съемки или же даже во время нее. Мы знаем, что ты проводишь занятия не только с детьми, но и со взрослыми. В чем разница? Для меня разница в одно время заинтересовать детей сложнее, чем взрослых, но и в тот же самый момент взрослых иногда тоже не так просто заинтересовать и наладить с ними тот самый коннект. Поэтому разница для меня, наверное, конкретно в каждой аудитории, потому что кто-то подготовлен, он приходит послушать именно меня, именно эту тему, а кто-то нет, ему говорят, что вот там будет что-то на тему медиа, и тогда ты используешь все психологические приемы, чтобы заинтересовать слушателей твоих и вовлечь их в образовательный процесс. А вообще работать тебе с кем интереснее? Наверное, как сложно. Наверное, больше всего с моими ровесниками, потому что мы смотрим одни и те же видео в соцсетях, мы общаемся одним и тем же языком, и всегда очень круто, так скажем, проводить не для тех, кто знает чуть больше тебя или меньше тебя, а с теми, кто наравне с тобой, и вы всегда можете обменяться каким-то полезным опытом. Ну, с ними, наверное, легко все же, а труднее с кем? Наверное, труднее всего с очень маленькими ребятами, я думаю, что все педагоги со мной согласятся. Наш проект посвящен медиаволонтерам. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт в этой сфере. Угу. Я была медиаволонтером и не раз, так же, как с мастер-классами. Самый, наверное, запоминающийся случай – это поездка в Красноярск на форум, точнее, на первенство мира по сноуборду и фристайлу. Я проходила очень долгий отбор, чтобы стать медиаволонтером, но нисколько не пожалела, потому что две недели находилась в Сибири в первый раз, и там я каждый день выходила на работу, чтобы осветить соревнования. То, как лыжники и сноубордисты со всего мира участвовали в соревнованиях, мы брали комментарии, мы постоянно обрабатывали, отбирали фотографии, расшифровывали интервью. И это очень интересно, когда ты работаешь на одно большое дело в огромной команде, когда у всех поделены обязанности. И, наверное, это такой самый запоминающийся и важный опыт. Красноярск славится своими спортивными традициями. Самым масштабным событием последних лет стала зимняя универсиада 2019, ради которой в город приехало несколько десятков тысяч гостей и около трех тысяч спортивных делегатов из 58 стран мира. В спортивную программу универсиады вошли и соревнования по фристайлу и сноуборду. Арина, расскажи, сколько у тебя наград? В школьное время, я совсем недавно закончила школу, почти три года назад, у меня было очень много грамот, потому что постоянно свои работы, которые я создавала в медиа-центре, отправляла на конкурсы и из-за них получала разные, так скажем, места в свою копилочку. Также ежегодно участие веселой ларги, вначале я также отправляла свои видео, потом была еще и ведущей, и также тренером проводила мастер-классы. И самое, наверное, значимое, в конце 11 класса я получила премию «Молодежный вектор», это заслуги по развитию медиа-волонтерства в нашем городе, и также три года подряд получала губернаторскую стипендию. А что касаемо университета, то просто у первокурсников в ДУФУ не осталось шансов, потому что я пришла вот с такой вот папкой в ДУФУ, сказала, все, все стипендии теперь будут моими, и действительно так и случилось, всего 10 первокурсников отобрали на стипендию от Альфа Шанса, и я была одним из них. И также сейчас регулярно я стараюсь участвовать в каких-то конкурсах и получать оценку своих работ со стороны. А еще полгода я провела в Южной Корее на учебе по обмену, и там тоже с одной выпускниц медиа-центра Яна Астахова, и мы поучаствовали в конкурсе уже, так скажем, международном, и тоже заняли там почетное первое место благодаря навыкам, которые получили и здесь. Что тебе в свое время привело в Клуб Следопыт, и что тебе это дало? Как ни странно, в Следопыт меня привела Северная Корея, потому что моя бабушка постоянно проводила конкурсы в медиа-центре совместно с краеведческим клубом, и в один момент, когда освободилось вакантное место в лагерь Северную Корею, клуба Следопыт, то меня туда пригласили из-за различных побед в конкурсах, и тогда еще художественных, танцевальных, вокальных, музыкальных, вот, и я поехала с незнакомыми совершенно людьми, знать не знала, кто такой Александр Владимирович Татьяна Викторовна, но это был очень прикольный опыт, однако это было только знакомство со Следопытом, потому что пришла я туда, так скажем, по-серьезному, да, только в 2016 году после очень классной смены на острове моей мечты всех участников клуба Следопыт на острове Путятино. Тогда я в первый раз снялась в короткометражном игровом фильме, тогда я в первый раз узнала, что такое снимать фильмы с дружной командой медиа-центра. Жень, скоро генератор включают. Ты, кажется, розетку занимал? Ну, занимал. Может, ты мне уступишь? Ну, ну, ладно. И после этого я просто не считала возможным не пойти в медиа-центр Следопыт, привела сюда еще и всех своих подружек, кого только можно было, и после этого, так скажем, мой путь в медиа-сфере встал на рельсы и просто локомотивом погнал вперед. Что мне это дало? Наверное, возможности, больше всего возможности в моей жизни было именно из-за медиа-навыков, которые я получила здесь. Это возможность путешествовать по стране, посещать различные всероссийские детские центры, даже международные, например, как Артек. Это позволяет мне сейчас чувствовать себя, так скажем, уверенно, потому что у меня есть навыки, которые как никогда сейчас актуальны. Это медиа-навыки. А вообще, когда ты первый раз пришла в Следопыт, ты думала, что твое будущее будет так связано с медиа и с журналистикой? На самом деле, я до последнего была уверена, что никогда не пойду учиться на журфак и не буду этим заниматься, потому что я думала, это просто хобби во время школы. И пошла я на самом деле писать какие-то статьи, да, уже осознанно, только чтобы писать на пятерки сочинения в школе, потому что у меня это совершенно не получалось. И кто бы подумал, что сейчас я учусь на третьем курсе журналистики, и каждый день я люблю писать статьи, каждый день пишу по три, как говорится. Поэтому это был очень неожиданный выбор изначально, но в конце очень даже логичный, потому что мне это очень нравится и доставляет большое удовольствие каждый день. Есть ли у тебя какие-то еще интересы помимо видеосъемки? Меня называют разносторонним человеком, потому что, да, видеосъемка это большая часть моих увлечений, но, так скажем, не вся. Я очень люблю активные виды спорта и даже, сказала бы, немножко экстремальные, что касаемо сноуборда и всего такого. Я и каталась на яхтах, занималась конным спортом. И так, это просто яркая горнолыжка, сосновый, лоб, проще пью сосновый, потому что тут везде спорта. Но сейчас из хобби я бы назвала волейбол, как спорт, да. Из музыкальной сферы это игра на гитаре, пение, также люблю на пианино поигрывать. И, пожалуй, не хочу говорить, что я в танчики играю каждый день сейчас на компьютере. Ну, что еще? Нормально. Хобби. А, я еще очень люблю вязать крючком, не спицы, не спицы вообще нет, крючок топ. Арина, дай, пожалуйста, несколько советов по съемке на телефон для новичков. Первое, что вам нужно знать, это то, что не важно, на какой телефон вы снимаете, важно, что он у вас, в принципе, есть. И после этого вам нужно пользоваться тремя самыми главными правилами. Первое, это нужно держать телефон очень уверенно, стоя при этом в удобной позиции, обязательно двумя руками. И я бы советовала отогнуть локти от корпуса, а не как учат некоторые медиапедагоги, потому что тогда остается естественная динамика и движение нашего кадра. После этого то, что нужно знать, это съемка на уровне глаз или уровне объекта. И третье, что бы я порекомендовала, это постоянно добавлять в кадр движение, потому что статичные кадры смотреть уже не совсем интересно. Если мы будем чуть-чуть двигаться и не панорамой, а параллельно объекту, а еще круче, если будем облетать его по полукружности, тогда кадр будет выглядеть гораздо живее и будет больше шансов, что зритель досмотрит видео до конца. Как ты видишь свое будущее вообще после окончания института? Просто врасплох меня поставила этим вопросом, потому что сложно сказать, что я буду хотеть через год, сложно сказать, что я буду хотеть делать через полгода. Я думаю, что для современной молодежи это очень, так скажем, нормальное явление. Я думаю, что по-любому в моей жизни останется медиа, видео, журналистика, все, что с этим связано, но в магистратуру я бы не хотела идти, потому что уже хочется, так скажем, без отвлекающих, мешающих факторов в виде учебы, зачетов и сессии поснимать, поработать. Я уже в процессе создания своей команды, своего продакшена большого, возможно, не очень большого, но мне это очень нравится. Я хотела бы стать одним из ведущих, так скажем, экспертов по теме видео и монтажа именно на телефоне у нас в России, в СНГ, да и в общем-то в мире тоже. Почему нет? Вы можете писать мне в инстаграм, в директ. Я всегда с радостью отвечаю тем, кто просит помощи, те, кто просит совета. И также, если у вас есть какие-то предложения, то я всегда открыта к сотрудничеству.